С 13 по 16 марта 2018 года в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования проходил региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России». Я рада приветствовать вас от имени губернатора нашей области Амана Гумировича Тулеева на нашем юбилейном конкурсе «Учитель года России. Учитель года Кузбасса-2018». За всю историю конкурса на муниципальном институте в нем приняло участие более 3000 педагогов на областном 677. 2018 год для конкурсного движения педагогов Кузбасса «Особенный» региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» отмечает свое 25-летие. И вновь сквозь песочные струи времени участники транслируют педагогический опыт, пропагандируют инновационные идеи и достижения. 13 марта после торжественной церемонии открытия участники приступили к прохождению конкурсного испытания «Мастер-класс», в ходе которого представили идеи профессиональной деятельности и широкий спектр образовательных технологий. В любом уроке самое главное – это создать мотивацию для детей, чтобы дети понимали, зачем они это делают. И всегда приветствуются, когда дети понимают, что они получат в конце урока за свою работу. И в данном случае это была премия «Оскар» для того, чтобы наши актеры работали, играли, показали все свое актерское мастерство. Песочные часы конкурса на протяжении всех дней возвращали в прошлое, погружали в настоящее, показывали изменчивость будущего и ежесекундно напоминали о том, что есть первоснова, первоисток, к которому всегда возвращаются. 14 и 15 марта проходили конкурсные мероприятия, учебные занятия, педагогические дебаты. Конкурсанты показали умение организовывать совместную деятельность учеников в процессе реализации структурных элементов урока, формирующих целостную картину вневременного пространства. создали атмосферу эмоционального и интеллектуального насыщения, инициативы и свободы познания детей. Урок окружающего мира был о животных. Ребята определяли признаки, которым можно разделить животных. Про животных, как они передвигаются, что у животных есть и признаки. Ну, то есть, почему они в пары объединились с животными. Я считаю, что урок удался, что ребята закрепили, получили новые знания, закрепили, возможно, уже имеющиеся знания. Ну, я считаю, что детям было интересно. Работали все. То есть, сигнальные карточки, вообще, и улыбки на лицах детей. И мне даже вот самой, как-то у меня, и грубо, и второе дыхание сегодня как открылось. Я даже себя очень прекрасно чувствую. Вообще, как на этом конкурсе, дух соперничества, да, а у нас не ощущается такого. Мы друг друга поддерживаем, там, желаем удачи, вечером звоним друг другу, там, ты настраивайся так, что у тебя все хорошо будет. А они вот, например, на дебаты идут, вот та группа, да. Мы как-то вообще прям сдружились. Коллегам пожелали бы. Вы знаете, ну, все-таки, наверное, надо идти, участвовать в этом конкурсе. Даже как-то самооценка-то повышается. Я очень себя хорошо чувствую. В эти же дни участники обсуждали актуальные общественно значимые проблемы. 16 марта педагоги в рамках мероприятия «Образовательный проект» презентовали продукт деятельности профессиональному сообществу и демонстрировали возможности распространения и внедрения педагогического проекта в школе. В течение четырех дней конкурсанты, как настоящие проводники во времени, демонстрировали искусство построения замков из песка, педагогических приемов для передачи знаний, презентовали интересные идеи профессиональной деятельности, показывали исключительную педагогическую архитектуру. 25-й региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» стал настоящим юбилейным торжеством педагогического мастерства и таланта в Кузбассе. Какой будет учитель завтра? Время покажет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова